Выхода не было, весь капитал потек на сторону Арабских Эмиран. Город уже сам по себе стал брендом. Нефть когда-нибудь она закончится, и что вы будете делать? Эта башня никогда не окупится. Все, кто хотел приобрести недвижимость, уже это сделали. Там с холстом стоят около агентов и говорят, продавайте вот это, ни в коем случае не вот это. Развитые неинтересные инвестиции. Я не думаю, что недвижимость в Дубае является инвестиционным инструментом. Не надо забывать, что покупает там весь мир. Недвижимость использована для отмывания денежных средств. Русских очень любят, потому что русские очень. Недвижимость использована для отмывания денежных средств. У нас нет проблем с русскими. Рядом выросли 100-метровые башни, но муниципалитет не спешит сносить это здание. Именно отсюда началось так называемое арабское чудо. Всего за каких-то 40 с лишним лет Дубай превратился в один из самых привлекательных для жизни и бизнеса городов в мире. Принято считать, что бурное развитие Дубая связано с доходами от экспорта нефти. Однако это не совсем так. Ее запасы здесь снижаются с 1991 года и, поговаривают, будут исчерпаны в течение ближайших 20 лет. Сегодня город процветает за счет торговли, промышленности и туризма, делая ставку на диверсификацию экономики. В нем живет около 3,5 миллионов человек. Однако всего 12% из них — локалы. Все остальные — экспаты, мечтающие найти свое место под арабским солнцем. Мы наблюдали, как Дубай с 1990 года превращался из обычного города одной из стран Персидского залива в международную столицу уровня Нью-Йорка, Лондона или Гонконга. Все вокруг способствует тому, чтобы привлекать людей. Когда строят такой небоскреб, как Бурдж-Халифа, то создают не только здание, но и историю, стоящую за ним. Я думаю, что город уже сам по себе стал брендом. Мы обогнали Лондон и Нью-Йорк, потому что их жители приезжают жить и вести бизнес в Дубае. Арабские Эмираты у нас первые приходят, это такая сказка «Тысяча одной ночи», пещера Аладдина. По всем таким рекламным буклетам мы знаем, что страна — это действительно сказка. Но если немножко так приземленно, отличность от страны действительно находится в регионе Персидского залива. Считается одной из стран экспортеров нефти наряду с Саудовской Аравией, Оманом, Ираком, Кувейтом и другими странами. Специалисты говорят о том, что нефть когда-нибудь она закончится и что вы будете делать. Поэтому что-то надо делать. В первую очередь диверсифицировать экономику. В пустыне. В пустыне, да. В пустыне диверсифицировать экономику. Все-таки страна ресурсами-то не так богата. Поэтому привлечение инвестиций, привлечение денежных средств. Очень много постройки таких инвестиционных хабов. Вот банально там по блокчейну, скажем так, по NFT каким-то вещам наряду с другими. То есть страна старается, понимая, в нефти она имеет свойство. Заканчивается, ну, как углеводород, да, как любая испокопаемая. Поэтому она и диверсифицирует свою экономику и старается это сделать максимально. Большую часть доходов Дубай получает не от нефтяной отрасли, а из других источников. Из туристической сферы, из финансового сектора, из бизнеса, из производственной отрасли. Так что сейчас Дубай полностью самостоятелен. Правительство постоянно выступает с новыми инициативами. Предприниматели ищут новые пути. Все это создает культуру развития, которую чувствуют все. Это проявляется везде. По новому генеральному плану развития Дубай к 2040 году станет чуть ли не самым зеленым городом в мире. Длина пляжа увеличится в четыре раза. Общественный транспорт станет более доступным, а население вырастет почти в два с половиной раза. Кстати, это уже пятый план. Первый был запущен еще в 60-х годах прошлого века. Все вспоминают здание Toyota Building, с которого якобы началось так называемое арабское чудо. Вот как вы для себя это определяете? Арабское чудо – это грамотное инвестирование в денежные средства, и оно сейчас продолжается. Между прочим, в настоящий момент бот по состоянию банально на 2022 год, рост элитной недвижимости Дубая на 70%. Крупные, значит, игроки ожидают 150 миллиардов инвестиций в эту отрасль. Я очень хорошо помню, как я первый раз оказался в Эмиратах. Это было лет, наверное, 12-13 назад. Тогда только закладывались эти свободные зоны. Я помню, что это только начало, и мне казалось, боже, что здесь будет? Да это все чушь, все воплотилось. Давайте посмотрим темпы экономического роста, неуклонный рост. Мы видим, как экономика прибавляет примерно порядка 6% в год. И планы у них – удвоить свою экономику, удвоить в течение ближайших 10 лет. Но это не лозунги. Я вижу, какие гигантские усилия они делают в этом направлении. Выстраивают инфраструктуру. Создают аттракции. Это тоже очень важно. Потому что, понимаете, вот, например, создали вот эту башню Бурж-Халифа. По большому счету, мы же прекрасно понимаем, что эта башня никогда не окупится. Но какие толпы людей постоянно смотрят на эти фонтаны. Это аттракция. Все гуляют по этому Дубай-моллу. Это интересно, это прикол. Вокруг него формируется некий кластер, некая жизнь. Дальше вот очень интересный проект. Крытая дорога для велосипедистов, для пешеходов. Вы же понимаете, что в июле, в августе, ну, трудно там быть. И жара может быть и 40 градусов, и больше в тени. Если построят вот эту крытую дорогу, например, для самокатов, для велосипедов, вы живете на Пальме, сели на велосипед, приехали к себе в бизнес-бэ, ну, заняло 40 минут. Приехали куда-нибудь в GLT свой офис. Ну, это же другое дело. Понимаете, вот они выстраивают вот такие проекты. А за этими проектами идет все остальное. Все самое-самое. Главная фишка местного девелопмента. Самое большое колесо обозрения в мире. Самый большой торговый центр. И хорошо всем известное, самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа. Можно сказать, это схема такая. Эмираты анонсируют проект. Этот проект обсуждает весь мир. Под данный проект строится жилье, которое, конечно, моментально продается. Дубай – просто фантастическое место для девелоперов. Как вы видите, рост невероятный. Новое законодательство дало надежду частному сектору и девелоперскому бизнесу. Тут невероятный приток инвестиций со всего региона. Как правило, половина клиентов приходит из Азии. Но в последнее время мы наблюдаем значительный рост и числа клиентов из Европы. Покупатели недвижимости здесь достаточно требовательны, потому что многие переезжают в Дубай насовсем. Рынок недвижимости бурно растет. Мы переходим от количественного развития к качественному. Прежде всего, мы растем, потому что большая часть населения – молодежь, более 50%. Молодежь – это постоянный спрос на недвижимость, на инвестиции. Другой драйвер – это прозрачность в законодательстве, которое действует в ОАЭ и Дубае. Третьим фактором является свобода владения собственности. Вы можете полностью владеть собственностью на 100%. Законодательство защищает ваши права. Чем вы владеете? Как вы владеете этим? Там указано, что делать, если у вас возникнут какие-либо проблемы. Все предельно ясно. Несмотря на небольшой возраст, рынок недвижимости арабских эмиратов пережил уже два сильнейших кризиса. Первый в 2008 году сильно ударил по фантазиям дубайских визионеров и тех, кто в них поверил. Цены на недвижимость рухнули на 53%. Архипелаг в форме карты мира из 300 островов все еще не завершен. Проект пальмы Джабл-Али заморожен с 2018 года. А третьи пальмы и вовсе отказались на начальном этапе строительства. От нее остались только острова Дейра. Арабские эмираты, несмотря на арабское чудо, тоже были подвержены кризисам. Да, этот кризис их затронул 2008 года, когда Дубай-Уорд, собственно говоря, чуть не обанкротился. Госдолг Дубаев состоял из двух третей долг Дубай-Уорда. Если кто был в Эмиратах, я тоже помню, что едешь, там реально пустые квартиры стоят, дома очень красивые и так далее. Кто, кстати, помог? Абу-Даби помог. Соседний Эмират вливает денежные средства, помогает. Ну и потом еще государственная программа была по повышению ликвидности. Как вы считаете, насколько сильно пострадали покупатели недвижимости от этого кризиса? И действительно пострадали, шок для них был. То есть, знаете, здесь мне кажется, что здесь больше были репутационные риски, чем вот именно... Чем финансовые. Чем финансовые, да. То есть, такой имидж, нет преступности, вот, все безопасно, деньги вкладывайте. Да, вот, и тут кризис. Наш финансовый кризис был частью международного финансового кризиса. Дубай снова крепко стоит на ногах, потому что у нас умное руководство, которое стимулировало город действовать быстро. Это в кратчайшие сроки вывело нас из кризиса. Можем сравнить с другими странами, которые до сих пор страдают от него. Некоторые даже не вернулись к показателям 2008 года. Многие говорят, вот кризис 2008 года, он же коснулся рынков, да, в Америке он начинается, да. Он коснулся рынков, традиционных рынков, как любят говорить финансисты, те, допустим, там вот эти вот пузыри и все. Все, что касается того же исламского банкинга, не коснулось, ничего не коснулось, все замечательно. Инвестиционная компания Dubai World, о которой я говорила, коснулась, я говорю, еще раз говорю, если бы не в Ливане, там были бы действительно проблемы. Здесь еще раз говорю, репутационные риски, во-первых, репутация на Востоке очень важна, были, на мой взгляд, более важны, нежели чем финансовые. Здесь, опять же, вот эту репутацию всего, да, нужно поддерживать. Всегда нужно смотреть то, что как в договоре мелким шрифтом написано. Вот у них инвестиционное законодательство, там примерно, опять же, по недвижимости сказано, что обладатель недвижимости, да, может ее сдавать в аренду, он становится полноправным собственником, все что угодно может с ней делать. Но это все-таки абсолютная монархия. Вы покупаете квартиру, а земля кому принадлежит? Земля принадлежит шейху. Вы ее получаете, по идее, надо посмотреть законодательственно, ну так, по идее, вы ее берете в аренду. У шейха там, ну пускай на 90 лет, пускай на 100 лет. А нет риска того, а вероятных событий не бывает, да, что потом на месте, вы купили квартиру, все замечательно, а потом на этом месте, предположим, шейх захочет построить что-то другое. И он скажет, ну хорошо, да, это ваша квартира, ну вот вам деньги там, не знаю, какая-то там отступная, снесутся, если дом, не знаю, построят что-нибудь там, космодром какой-нибудь. Поэтому риски всегда есть. Несмотря на все неудачи, рынок недвижимости Объединенных Арабских Эмиратов по-прежнему остается центром притяжения для инвесторов со всего мира. По подсчетам экспертов, в прошлом году в Дубай переехало более 4 тысяч долларовых миллионеров. По темпу иммиграции состоятельных людей Эмираты обгоняют США и Швейцарию. Так выглядит одна из вилл индийского экспата и долларового миллионера Абус Абаха. А сколько стоит эта вилла? За какую цену ее можно продать? Я не знаю точно, сколько она стоит, но два года назад она стоила 20 миллионов долларов. Сейчас же мне предлагали за нее 50 миллионов. В прошлом году наши соотечественники просто запланили рынок Дубая, и были огромные сделки. Мы диагностировали спрос еще до наступления известных событий. То есть мы засекли, что возрастает интерес в сторону Дубая. Соответственно, когда случилось 24 февраля, далее последовали санкции. Очень неблагоприятные меры в отношении российских капиталов, российских резидентов. Плюс еще решение Центробанка о том, что капитал может выводиться не просто в дружественные страны, но только под покупку недвижимости. Соответственно, выхода не было, весь капитал потек в очень четко структурированные русла, а русло это было направлено в сторону Арабских Эмиратов. Среди многих инвесторов есть мнение о том, что все, кто хотел приобрести недвижимость, уже это сделали. Как вы к этому относитесь? Что вы думаете по этому поводу? Рынок дубайской недвижимости, он жил и без российских участников, без российских покупателей. Потому что деньги из всего Middle East регионов, деньги из индонезийских стран, из европейских стран, соответственно, давно-давно уже работают на этом рынке. Более того, здесь действует британское право, то есть на территории Арабских Эмиратов. И поэтому не надо переоценивать российскую аудиторию как основной драйвер рынка недвижимости, потому что рынок недвижимости Арабских Эмиратов – это рынок международный. Хотя, конечно, весь прошлый год наш спрос был в районе от 25 до 30%. Говорят, что переоценено, потому что вот россияне бросились покупать. Ребята, не надо забывать, что покупает там весь мир. Покупают индийцы, Индия богатеет на глазах. Кто еще? Англичане, итальянцы, вообще европейцы. Китайцы. Покупают сами арабы. Ну, по сути, покупают весь мир. По большому счету, самое интересное, когда мощно начнут покупать китайцы. Дело в том, что в 2019 году инвестиции Китая в Эмираты выросли, по-моему, в два или в два чем-то раза. То есть достигли одного миллиарда долларов. Потом провал. И вот только сейчас китайцы возвращаются. За последние два года недвижимость Дубая поставила несколько рекордов за всю историю рынка. Стоимость жилья увеличилась на 70%, а индекс цен достиг десятилетнего максимума. Только в 2022 году было зарегистрировано свыше 86 тысяч сделок на общую сумму 56 миллиардов долларов. Относительно быстро население дойдет до 15 миллионов. Ну, есть куда двигаться, все-таки пустыня там и так далее. Вот 15 миллионов, ну, извините, это много. Это относительно этой небольшой страны много. Значит, требуется недвижка. Поэтому спрос постоянный. Второй очень важный момент, который вот многие недооценивают. Понимаете, стоимость недвижимости. Вообще, сколько стоит какой-то объект? Опять же, говорю, как инвестбанкир. Столько, сколько он генерирует денежного потока. Кстати, интересно, инфляция в Эмиратах какая? 2,5-3-3,5 процента. А в американском долларе 6-7-8 было недавно, да? Соответственно, что происходит, когда валюта привязана, а инфляции разные? Растут активы в этой валюте. Вот у меня многие говорят, вот там 2-3 года будет какой-то кризис. Я говорю, уверенный, что кризис? Ну, какое-то, может быть, замедление, может быть, какая-то просадка. Я говорю, хорошо. Фондовый рынок ты покупаешь на 10 лет, на 15 лет. В какой-то момент пик, какой-то провал. Но в целом, вот эти все провалы, это как незначительные колебания. Власти пытаются регулировать рост цен на недвижимость, выставляя все новые участки земли на продажу. Но спрос по-прежнему очень велик. Апартаменты после старта продаж уходят невероятно быстро. Например, недавно был побит очередной рекорд. Всего за один день в Blue Waters Bay продали недвижимости на 550 миллионов долларов. И мы бы хотели показать этот комплекс. Но пока вы видите только рендер. Строительство объекта еще даже не началось. По вашему мнению, рынок недвижимости в Дубае, насколько он перегрет? Потому что есть много мнений на этот счет. Вот как вы считаете? Несмотря на то, что МВФ тоже предсказывает рост экономики Эмирата, Рынок, он очень опасен, да. Из-за вообще начинает... То есть одни из рисков – это серые схемы. То есть это недвижимость использована для отмывания денежных средств. Банально там где-то что-то отмыли и купили квартиры. Туристический поток туристическими потоками. Но здесь нужно учесть, что климат в стране достаточно очень, ну, на мой взгляд, жесткий. То есть летом не всякий там даже человек будет существовать. Потому что местные-то не привыкли в пустынях. Вот по вашему мнению, недвижимость является ли инвестиционным инструментом? Или все-таки это сохранение капитала? Я не думаю, что и движимость в Дубае, вот это мое личное мнение, не хочу никого разочаровать, именно недвижимость в Дубае является инвестиционным инструментом. Потому что здесь, опять же, специфика страны, специфика законодательства, специфика окружения. То есть выгодно продать, ну, возможно, это на каких-то этапах и удастся. На мой взгляд, что это просто вот вложение денежных средств. Опять же, с какой? С целью потом чего? Подража жить там. Цикровый год, но еще раз говорю, климат очень специфический. Вот, Персидский залив, кстати, постоянно, и они его очень сильно опресняют. Это одна еще проблема нехватки пресной воды, которую тоже нельзя сбрасывать с участов. И вообще Персидский залив, ну, как я говорю, а-ля Мертвый море скоро будет. Вот, то есть они его реально опресняют. Хочу пояснить для наших зрителей. Они забирают воду из моря, опресняют эту воду. Соль выкидывают? Да, соль выбрасывают обратно в море. И таким образом море каждый год становится... Соленее и соленее. Это является проблемой. Скоро это... Даже, знаете, такое выражение, что скоро вода будет дороже, чем нефть. Опять же, да, у Эмиратов есть вот эти планы по урбанизации городов 2040. Да, там даже второй этап уже пошел этого плана. То есть делать... Знаете, вот мне это Москву напомнило. Там в 20 минутах шаговой доступности от основных каких-то там объектов, велодорожки сделать. Мне кажется, про шаговую доступность и Дубай... Ну, две разные вещи, да. И то, чтобы заходить от точки А до точки Б дадить до магазина, нет. Только такси, только какой-то личный транспорт. И давайте еще, Дмитрий. Все-таки страна, она небольшая. Надо куда-то все это уместить. Насыпные опять острова строить, стоимость которых... Ну, мы кроме Пальмы там еще знаем, да? То есть надо же отвоевывать в пустыне места для того, чтобы что-то строить. Поэтому с точки зрения недвижимости, инвестиционной я бы так бы не сказала. То есть, скорее всего, сохранение денежных средств и, ну, в каких-либо таких вот критических в том числе условиях. Наряд специалистов сходится во мнении в том, что рынок на недвижимости в Арабских Эмиратах это некий пузырь, который рано или поздно схлопнется. Действительно, в Объединенных Арабских Эмиратах в 2008 году случился там некий действительно кризис на рынке недвижимости. И вот та травма, которая была получена инвесторами в тот период, она до сих пор как-то так отсвечивает. Но давайте посмотрим на ситуацию с тех пор прошло уже 14 лет. То, что делает государство Объединенные Арабские Эмираты, тот курс, который они взяли, связан с постоянным, таким последовательным экономическим развитием. Да, это курс на таланты, это курс на увеличение численности населения, это курс на инновации. Все это способствует тому, что рынок недвижимости должен обеспечивать все эти задачи. Ты защищен с точки зрения законодательной системы, потому что деньги поступают на расчетный счет банка, банк является эскроагентом на эскро-счета и, соответственно, до окончания, используется только целевым образом, что не приводит к тому, что дом не будет поставлен, передан, соответственно, инвестору вовремя. Затем, на самом деле, недавнее исследование банка UBS, которое меряет такой индекс, есть Real Estate Bubble Index. На самом деле, они отводят 24-е место Арабским Эмиратам, а все, что до, по-моему, 8-го места, не имеет никакого риска. То есть это большие исследования с учетом интегрального анализа разных факторов. И как бы вот UBS признает и рекомендует своим клиентам инвестировать в рынок недвижимости Тубая. Если мы говорим про доходную недвижимость, по излечению дохода от своих инвестиций, да давайте посмотрим на ситуацию следующим образом. Всего резидентов в Дубаях на сегодняшний день 3 миллиона человек. Транзитных людей, те, кто приезжают на отдых, те, которые здесь работают, 10 миллионов в год. Представляете, какая потребность в арендном фонде. И поэтому наши исследования, мы проводили исследования вместе с аналитиками, с банкирами российскими, они подтверждают тренд, то, что рынок очень инвестиционно интересен. И Калинка будет поднимать в этом году 4 фонда с ведущими банками. В марте месяце мы будем поднимать первый фонд на 50 миллионов долларов как раз в инвестиции в дубайскую недвижимость. И не забывайте, что в отличие от Турции, от России, Дирхам очень устойчивая валюта, потому что она привязана к нефтедоллару. С ней ничего не происходит. С 97-го года курс не менялся. Поэтому доходность в Дирхамах это та же самая доходность в долларе. А рынок аренды показывает от 8 до 12% дохода. Представьте себе, 12% дохода в долларах. Плюс общий рост недвижимости, то есть рост капитализации. Разве это неинтересно инвестиции? Оценить доходность объекта еще до покупки можно на сайте земельного департамента. Там вы узнаете, сколько сделок и в каком районе города было совершено. Ознакомитесь со статистикой и индексами и проверите, как менялась цена аренды в зависимости от локации. Здесь у нас есть очень четкая система. У нас есть РИРА, одно из регулирующих подразделений земельного департамента Дубая, которое устанавливает правила для рынка недвижимости. Также у земельного департамента есть индекс цен, который определяет цены на недвижимость и величину арендной платы. На сайте можно посмотреть последние продажи в определенной локации, получить четкое представление о ситуации в разных районах. На сегодняшний день самыми популярными районами для покупки апартаментов в Дубае являются Марина, Даунтаун и Джумейр Лайк Тауэрс. В категории ВИЛ лидируют Арабиан Ренчерс, Пальма Джумейра и Дамат Хиллс. Как выглядит жилье в последнем, мы сейчас посмотрим. Екатерин, насколько я понимаю, достаточно молодой район. Почему здесь многие хотят жить? Да, это действительно молодой район, но это район, который имеет свое комьюнити. Здесь гольф-клуб Трампа. Следовательно, все люди, которые любят играть в гольф, слетать сюда с разных точек мира. Насколько я понимаю, мы подошли к Вилле. В чем ее особенность? Сколько она стоит? Эта вилла стоит 5,5 миллиона долларов, площадью 500 метров. Но ее особенность заключается в том, что это коллаборация с брендом Кавали. Пойдемте, я вам покажу. Вообще, делать коллабы с элитными брендами для раскрутки объекта – это тоже местная фишка. В Эмиратах есть проекты с Prada, Armani, Bugatti, Bentley и даже с Forbes. Екатерина, какая недвижимость пользуется спросом в Дубае? В Дубае вся недвижимость пользуется спросом, но, естественно, наибольшим спросом пользуется недвижимость, которая имеет инвестиционный рост. Например, есть два типа клиентов. Есть клиент, который покупает недвижимость для себя. То есть ему важны район, локации и удобства, которые рядом. Есть другой тип клиента, про который мы сейчас будем говорить – это инвестор. Ему интересен потенциальный рост и также перепродажа этого объекта конечным покупателям. Следовательно, этот инвестор будет выбирать недвижимость в определенных районах. Если он хочет купить большой объем и перепродавать его отдельными лотами, либо же в дальнейшем вставать в аренду, скорее всего, это будет бизнес-бэй, потому что там большой спрос на недвижимость, большой спрос на аренду и высокий инвестиционный рост. Какие перспективы, на ваш взгляд, открывает покупка недвижимости в Дубае? Дубай стремится стать мировым центром. Таким мировым центром, как Нью-Йорк, Лондон. Если сравнить цены за квадратный метр Лондона и Дубая, в Лондоне 15-25 тысяч за квадрат долларов, в Дубае 7-10. Есть потенциальный рост, и он огромный. Почему я считаю, что Дубай будет развиваться? Потому что в него вкладывают огромные инвестиции. Они используют все передовые технологии, они придерживаются мнения, что экология – это очень важно. Также у них классная система налогообложения и все условия для создания своего бизнеса. Екатерина, есть мнение, что рынок недвижимости в Дубае крайне перегрет. Что вы думаете по этому поводу? Рынок перегрет действительно в каких-то точках, в определенных жилых комплексах, но мы имеем большое количество новых проектов, новых стартов. Поэтому, чтобы иметь инвестиционный рост, нужно правильно проанализировать район и войти на стадию пресейла, чтобы иметь потенциальный скачок роста недвижимости. В среднем, по вашим ощущениям, я понимаю, что все зависит от объекта, от времени года и так далее. Какой прирост квартира может дать в сравнении покупка на пресейле и сдача дома? На сдачу дома вообще невыгодно покупать квартиру, и это даже не обсуждается. На стадии пресейла, если вы грамотно зальете инвестицию, вы сможете получить от старта продаж цену на 7% ниже. И вы говорите про пресейл. Пресейл – это когда есть земля, есть проект, но нет дома? Нет. Окей. Пресейл – это когда об объекте знают, почти никто не знает, об объекте знают только брокеры. Чем и выгодно работать с брокерами, с агентствами недвижимости, то, что, учитывая наши связи, нашу классную компетентность, наш опыт, мы имеем хорошую связь с застройщиками, и мы узнаем об объектах раньше. Тем самым мы даем преимущество нашим инвесторам. Например, если у меня есть крупный инвестор, который хочет выкупить этаж 2-3, это самое время работы на пресейле. Потому что здесь мы можем, возможно, где-то диктовать свои правила, пробовать выбивать хорошие условия. Также не только скидку, но и условия по оплате налога, по первому взносу. Почему выгодно выкупать большой объем? Потому что, когда ты выкупаешь большой объем, ты имеешь право немного играть правилами. Екатерина, можете описать типичный путь клиента? Допустим, мне интересует пассивный доход с приобретением квартиры. Да, конечно, могу. Я объясню вам его на примере. Пару недель назад мне позвонил мой хороший приятель. Он не мог прилететь в Дубай, но очень хотел приобрести недвижимость. Дубай дает все условия, чтобы вы, сидя на диване, с телефоном в руках, сделали покупку. Это было легко. Мы выявили его потребность, подобрали объект, собрали деньги, вязали паспорт и всю работу документационную, финансовую мы провели за него. Как к русскоязычным клиентам относятся? Единственный вопрос из-за санкций с финансами. А так, русских очень любят, потому что русские очень много покупают. Сейчас в Дубае недвижимостью занимаются все, кому не лень. Чем вы принципиально и ваше агентство отличаются от других? Наше преимущество – это то, что мы работаем с крупными инвесторами и за счет того, что мы берем большими объемами. У нас, во-первых, классное отношение со стройщиками. Все пресейлы мы получаем информацию самыми первыми и самые лучшие условия. Мы можем делать отсрочку от налогового платежа, уменьшать первоначальный взнос. И за счет наших объемов и крупных инвесторов такие уже условия мы можем давать лично каждому отдельному клиенту. Скорее всего, вы задумались, во сколько же обойдется покупка недвижимости в Дубае? Разброс цен большой, но в среднем здесь все еще дешевле, чем в других мировых столицах. Понятно, что есть популярные районы типа Бизнес-Бея, типа Марины, Даунтауна. Да, действительно, там недвижимость недешевая. Может быть, и 6, и 7, и 8 тысяч долларов за метр. Все правда. Но берем район Шаржи, опять же. Там объекты за 2600 долларов за метр. Все расхватали. Берем район Джилти, очень популярный. Это великолепный район, отличное такое красивое озеро, пешая доступность до Марины, просто перешел дорогу. Так вот, продается объект Гольф Юз. Там замерла стройка еще со времен пандемии, и поменялся застройщик. В итоге пришел нормальный застройщик, и продают сейчас. Все говорят, опасно, опасно. Но пришел застройщик нормальный, который уже построил кучу объектов. Надо смотреть, кто, чего и как. Так вот, там продажи между 3,5 и 4 тысячи долларов за метр. Просто немножко понимать. Чуть-чуть отъезжаешь в сторону, 15 минут езды, если нет пробок. Район GVC. Это недалеко от желтия. Еще дешевле. Там ты можешь за 3, 3,200, 3,500 купить, 4 в среднем за метр. А район великолепный. Вот что меня тоже потрясает, понимаете, вот эта продуманность. То есть, тебе, по сути, иногда из комплекса не надо выходить. Ну, в каждом нормальном комплексе обязательно что? Обязательно спортивный зал. Отличный, кондиционируемый, все как надо, занимайся спортом круглый год. Ребята, давайте сравнивать, давайте сравнивать альтернативы. Сингапур, 17, 18 тысяч долларов за метр. Сеул, 13, 12 тысяч долларов за метр. Вот с чем надо сравнивать. Поэтому здесь имеет в среднем 3. Ну, надо сказать, что это интересно. Да, вы можете, конечно, покупать в раскрученных районах. Как я уже сказал, там Марина, там другие. Да, там дороговато уже. Но опять же, даже дорогие вот эти районы, они все равно дешевле раза в два аналогичных районов в Тель-Авиве, в Гонконге, в Сеуле и так далее. Вот и все. Друзья, Дубай, это не только апартаменты и виллы премиум и рюкс-класса, но и это жилье эконом-класса, за моей спиной вы видите четырехэтажные дома. Данный комплекс находится в 30 километрах от Дубая, то есть между Абу-Даби и Дубаем. Квартиры в этом комплексе начинаются от 80 тысяч долларов, это примерно 35-40 квадратных метров. В принципе, если у вас есть автомобиль, вы можете работать в Дубае и здесь проживать. Если сравнивать по московским меркам, ну это примерно как жить где-нибудь в Химках или в Зеленограде. В первую очередь вы должны определиться, собственно говоря, что вы хотите. Вы хотите для жизни готовое, вы хотите купить как объект инвестиции. Допустим, я хочу периодически прилетать для того, чтобы там жить, а в то время, когда меня там нет, задавать от недвижимости. Значит, в таком случае, наверное, лучше вам взять готовое жилье. Готовое жилье, оно все-таки подороже. Если вы не гражданин эмиратов, то приобрести недвижимость можно только на собственные средства. Но для резидентов есть и другие условия покупки. Вы можете стать резидентом Дубая и вы можете получить определенные еще ипотечные программы от банков. Ну, для этого, это уже отдельная история. То есть вы можете купить в расстройку, можете получить ипотеку. В принципе, разумно. Зависит от вашего статуса. Статуса, финансового положения. Потому что вы можете купить недвижку, например, за 2 миллиона дирхам и получить вообще золотую визу, золотой ID, который подразумевает, что и семью вы можете еще кого-то привезти. Там целый набор возможностей, я вам, кстати говоря, на 10 лет. Обычная ID-карта на 2 года. Теперь далее. Вы можете получить обычную карту вид на жительство через покупку недвижимости, тогда это 205 тысяч долларов. Сейчас у нас есть золотая виза. У нас безопасный город. Самый безопасный в мире. Хорошая система школьного образования и здравоохранения. Низкие налоги для компаний. Однако открыть банковский счет становится сложнее. Для россиян теперь более строгий комплайенс. Но в личном отношении местные все так же доброжелательные. Есть, наверное, вопрос, который я не могу вам не задать. Задайте. Да. Есть ли какие-то ограничения для россиян при покупке недвижимости? Я не видел никаких ограничений для россиян. Более того, знаете, очень интересно. Вот мы создали компанию и мне звонят партнеры. Жень, приезжай. Привет, местные ребята. Ну, познакомиться. Они приезжают, смотрят, задают вопросы. Ну, то есть, реально у вас бизнес, нереально. Они смотрят. То есть, там нет такого, что, а, делайте, что хотите. Главное, там деньги платите. Нет. Приехали ребята в белом. Позадавали очень интересные вопросы. Удостоверились, что реальный бизнес. Ну, такие, абсолютно френдли. Вот мне это поразило. Скажите, нужна какая-то помощь? Может быть, там оставить телефон, если какие-то вопросы? Да нет. Никаких вопросов. Я их задаю вопрос, провокационный такой немножко. Вас не смущают? У нас все-таки, там, в основном россияне. Ответ был такой. We have no problem with Russians. У нас нет проблем с россиянами. Но все же не стоит обольщаться. На рынке недвижимости существует огромное количество рисков. От неликвидного и некачественного жилья до банальных мошенников, которые всегда появляются там, где есть большие деньги. Поэтому узнать у экспертов, как избежать подобных ситуаций, лучше до того, как договор будет подписан. Мне известно о ряде случаев, когда мошенники обманывали потенциальных клиентов на сотни тысяч долларов. И лично в моем окружении есть такие люди. Известны ли вам такие случаи? И можете вы о них рассказать? Может быть, есть какие-то типовые истории, когда обманывают людей? Случаются как раз интересные ситуации, когда нам звонит агент, говорит, я вам отдам такого прекрасного клиента, но давайте мы его продадите вот это, потому что там явно больше комиссия, и мы больше заработаем. И я вам уже пообещала плюс 40, если мы продадим через полгода, и у меня иногда просто волосы стоят дыбом. Откуда эти цифры? По конкретному проекту мы должны понимать, что когда у нас есть 200 тысяч долларов, и мы что-то покупаем, и мы хотим перепродать, например, через полгода, через год, реалистичные ожидания должны все-таки присутствовать, потому что нет никаких золотых правил, что это действительно произойдет. Да, есть проекты, которые выстреливают, да, есть проекты, которые более востребованы, но точно заработать 40% через полгода, что-то купив, продав, практически невозможно. Ну, какая нормальная заходность? Опять же, когда мы имеем дело с растущим рынком, как сейчас, мы можем представлять, что купив что-то сейчас, продав через три года, это будет 15-20% гарантированно. Годовых? Нет, я имею в виду прирост капитала. Да, при этом, когда мы имеем дело с арендой, нормальная аренда колеблется от 7 до 12% годовых. Все, что 15-18% и так далее, это частные случаи частных проектов. Ну, то есть 25% это Unreal? Это невозможно. Как понять, что в сделке передо мной и застройщикам еще 25 агентов? Попросить своего агента связать его с застройщиком. У меня нет никаких проблем создать общую группу, общий чат, общий зубный звонок. Пожалуйста, в любой момент общайтесь, решайте вопросы. В этом нет ничего предрассудительного. Если агент отказывается это сделать, вот тогда можно задавать вопросы, как, почему и да. Я в большей степени говорил про то, как риэлторы кидают людей. И, в частности, есть ряд компаний, которые оказывают услуги, не имея лицензии. Вы можете чуть поподробнее про это рассказать? Для начала, чтобы человек мог осуществлять брокерскую деятельность, то есть быть агентом по недвижимости в Дубае, у него должна быть специальная лицензия. Далее он должен быть прикреплен к брокеру, соответственно, от агентства недвижимости, у которого также есть специальная лицензия и входит в реестр агентств по городу. Обязательно нужно проверять эти два документа, прежде чем говорить, что и где вам нужно, и какая у вас сумма имеется. Это первый момент. Второй момент. При регистрации недвижимости, она всегда должна быть на ваше имя. Была очень хорошая история с одним агентством, которое покупало недвижимость на собственное агентство, вместо того, чтобы регистрировать ее на клиентов. Чем это закончилось, в общем-то, можно угадать. А как проверить подлинность сертификата? Ну, покажут мне какую-то бумажку, будет там фамилия. Я не могу быть уверен в том, что это настоящий сертификат. Лицензии выдают специальным департаментом, который называется Dubai Economic Department, и также регулируется Dubai Land Department, то есть земельным департаментом. Поэтому все данные хранятся там, пожалуйста, можно проверить любого агента, любую компанию. Как понять, что агентство нас хочет нагреть? Во-первых, все-таки нужно оценивать не агентство, а агентов. Каждый раз мы имеем дело с индивидуумами. И у какого-то агента может быть опыт работы 10-15 лет, у кого-то 3 месяца. Соответственно, вы это легко поймете из разговора. Запросите, сколько стоило здание 2 года назад, запросите, как колебалась цена в данном районе в определенный промежуток. То есть насколько специалист ориентируется в продукте, который продает вам? Да, все верно. Еще есть один частный случай. Как раз, кстати, у крупных агентств, у них есть так называемые эксклюзивы. То есть когда застройщик недостаточно велик, у него нет своей команды продаж, поэтому он обращается к крупному агентству. Так как у них больше народа, они реализуют это быстрее. Соответственно, у данного агентства первая цель поскорее реализовать их полностью сток. Поэтому там с холстом стоят около агентов и говорят, продавайте вот это, ни в коем случае не вот это. Какие-то, ну не знаю, лайфхаки, как понять, что перед тобой не совсем добросовестный риелтор стоит. По каким моментам это можно определить? На что обращать внимание? Если вы не молодой инвестор, у нас есть такое небольшое правило. Выберите самый ужасно выгодящий проект, позвоните агенту и скажите, вы очень в нем заинтересованы. Ну, просто возьмите башню посреди пустыни и говорите, очень хочу, я думаю, что это будет очень доходно, что ты об этом думаешь? Уважающий себя агент, который действительно заботится о своей репутации, не будет вам говорить, да, конечно, я вам сейчас все пришлю, прекрасный вариант, отлично, как вы так угадали, вы выбрали, вообще все, здесь будет доходность плюс 20%, давайте берем прямо сейчас, где подписывать. Один из способов. Я рекомендую одну простую вещь. Никогда, это, кстати, касается не только недвижимости, касается и инвестиций в искусство, и инвестиций на фондовом рынке. Не делайте эмоциональных решений. Покупать надо ради скрупулезной оценки. Что включает в себя эта оценка? Первое, что вокруг. Можете купить замечательное здание, отлично сделанное, около дороги, будет у вас шум постоянный. Вы можете купить у некачественного застройщика, такое тоже бывает. Вы можете купить не очень качественный проект, такое тоже бывает. Вы можете войти в долгострой. Вы знаете, вообще в недвижке есть понятие локейшн, локейшн, еще раз локейшн. Вы можете взять неправильный локейшн. Вы должны внимательно изучить планы развития, удаленность от метро, планы развития метро. После этого вы и принимаете решение. Все просто. В целом, чем хуже в мире, тем лучше для развития Дубая Именно сюда все едут в поисках нового дома и рабочих перспектив Это, может быть, и гарантирует некую стабильность недвижимости Но стоит помнить, что, во-первых, рынок волатилен Некоторые инвесторы, которые покупали здесь недвижимость еще в 2007 году Вернули свои деньги только спустя 15 лет Во-вторых, не стоит торопиться Такой ажиотаж подталкивает к покупке Но не всегда поспешные решения оказываются удачными И, наконец, лучше иметь стратегию и понимать свои цели Тогда недвижимость Дубая будет работать на вас